Всем привет, с вами Андрей. У нас Shutter Pixel Dungeon, прохождение гладиатора. Вот такие вот у нас способности в данный момент. Вот такой вот у нас инвентарь. Собственно, у нас зачарование удачи и зачарование амфибии. У нас это является зубом-мимиком. Все остальное плюс-минус вы должны знать. Вот. У нас выпало кольцо, гранаты и свиток превращения. Свиток превращения в теории можно превратить во что-то другое. Например, не знаю, наш перстень и наш, собственно, так называемый пояс вора. Можно обратить что-то другое. Рукавни гильдии воров. Давайте это сделаем. У нас, собственно, рог. Ну, рог не особо полезный, но все-таки. Давайте продадим что-то лишнее. Это у нас меч и, собственно, латная броня. Для нас они лишние. По поводу колец. В принципе, они бесполезны. У нас уже есть два кольца. Нам, в принципе, остальные не особо нужны. Давайте возьмем немножко еды. Возьмем зелье лечения. Возьмем еще одно лечение. Присутствует палочка. Стоит ее тоже будет взять. Возьмем дротики. В идеале взять анг. Посмотрим, сколько бы у нас осталось. У нас не осталось, собственно, ничего. Все понятно. Так. Наша задача также взять... Палочку и факела. У нас, собственно, мы можем один фактор себе позволить. Давайте это сделаем. Наша задача восстановить свое здоровье. Давайте это сделаем. Наш пришел сейчас проголодался, но я думаю, это не критично. Собственно, вот. Мы, собственно, готовы двигаться дальше. А что касаемо короля Дворфов, давайте возьмем, например, героический прыжок. На героический прыжок тянем энергию. Если воин выполняет второй прыжок в течение трех ходов, перезарядка снижается. Это нам не нужно. Воин приземляется, все средние вороги отбрасываются. Есть шанс получить... Ну, вот это вот хорошая тема. Воин приземляется после прыжка, все энергии получают урон, равный защитной силе брони. Вот тоже прикольная. Ну, то есть, в принципе, вот эти два перка можно будет качать. Кнут оставляем. В принципе, кольцо для нас бесполезно. Мы можем его продать. Ну, либо выложим, пока все кольца для нас не нужны. Цепи хотелось бы поднять, но для них нужно снятие чар, скорее всего. У нас его нету, как вы видите. Поэтому для нас оно бесполезно. Собственно, это глубокие чертоги столицы дворфов, сплошь искажены темной магией. В прошлом эти места служили пристанищем совета величайших королей-чародеев при дворе короля дворфов. Но ныне их, похоже, захватило нечто намного более страшное. Эти чертоги населены всякими видами демонических существ под предельством некой страшной темной силы. Если не король дворфов был источником распространения Польши, то что бы это ни было в этих низах, наверное, оно им и является. Шагайте крайне аккуратно. Совсем немногим путешественникам надо спуститься до такой глубины. Выспускаетесь вниз. Собственно, нам пишут сразу, что этаж является большим. Говорят о том, что... Ну, я думаю, понятное дело, что он здоровый. Наша задача в первую очередь, как только мы пришли сюда... Охренеть! Этаж, конечно, огромный. Нам нужно убить рассадник демонов. Поэтому направляем все силы для того, чтобы уничтожить именно этот рассадник. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то мы победили. Я думаю, мы не сможем это сделать. Давайте ударим его натиском. Чтобы он не расслаблялся. Уничтожили. Видим слабоглазо. Он начинает у нас стрелять. Ничего, подождем. Телепортирующий моб странный. Убиваем натиском этого. Удар все-таки прошелся. Мы получили семя землекорния. Это наша задача уничтожить рассадник демонов. По понятным причинам нам будут решать это делать. Наскакиваем побольше ударов. Ну, собственно, и ваншотаем вас одним демоном. Нам даже урода его не хватило. Что удивительно. Пытаемся забить, собственно, демона-потрошителя. Для того, чтобы он нас не отсвечивал. Собираем растинки. Для того, чтобы активировать наш анг. У нас также, как вы видите, присутствует мимик. Давайте ему скажем привет. У нас стоит минимальный, получается, как объяснить. То есть, осталось пару ходов, поэтому я использовал на этот удар. Чтобы максимально профитно принести много урода. Это, собственно, вода. Гейзерная ловушка. Давайте ее активируем. У нас руна амфибий. У нас вода в плюс идет. Мы видим зелье, токсичный газ. Собираем все травинки, росинки. Для того, чтобы у нас была возможность активировать наш анг. Мы видим еще одну зелье, это холод. Собственно, у нас тут куб. Зелье силы, которую мы и оставляем. Посмотрим, что у нас по еде. Давайте перекусим. Как вы видите, у нас урок изобилия тоже начинает немножко функционировать. Как вы видите, у нас, скорее всего, сейчас начнем зажимать. Поэтому не будем рисковать, просто убежим от них. Обратите внимание, тут что-то много, мобов многовато скучковалось. Давайте их подождем. Обратите внимание, выстрел злобоглаза пролетел сквозь... Этого скуба. На самом деле, это очень смешно. Как это он мог сделать? А нам нижнего нельзя бить, потому что там стоит злобоглаз. Поэтому наша задача... Давайте подберемся с злобоглазом. Били злобоглаза, получили еще один свиток телепортации и несколько росинок. Злобоглаз готовится стрелять. Он, собственно, выстрелил. Давайте подождем злобоглаза. Давайте попробуем убить злобоглаза. Мы убили его. Собственно, получили некоторое количество. Перекусим. Посмотрим, что это за сундук. Это стопроцентный мимик. Наша задача от него избавиться каким-то образом. Давайте встанем в уголочек, чтобы нас не оттолкнуло. И попробуем его подтолкнуть. Мимик упал, мы от него избавились. Мы видим, что это очень большая комната. А в этой комнате только один сундук будет. И нам бы в идеале найти его. Вот мы, собственно, его нашли. Он единственный здесь. Это мимик будет. Здесь присутствует броня. Сукуба. Идем суккуба. В идеале его тоже скинуть. У нас суккуба впадает в свитки. Поэтому для нас суккуб не особо интересен. Давайте его подтолкнем. Как вы видите, суккуб сопротивляется подтолкиванию. Что удивительно. Видите, ему хватило наглости. Наглости. Наглые суккубы, однако. Давайте перекусим. Как вы видите, суккуб очень наглый. Его первый удар, конечно, охреневает в атаке. Как вы видите, у нас тут, в принципе, кольца для нас бесполезные. Единственным бронем можно было бы. И, как видите, суккуб ушел. Давайте, пока мы рядышком выложим все ненужное. Выложим кольцо урона, выложим кольцо энергии. Продадим собственно ватную броню. Наша задача купить собственно трансмутацию и купить еще хоккелан. Также, если есть возможность, купить свиток магической карты. Если он у нас здесь есть, он у нас тысячу монет стоит, нам не хватает на него. Поэтому, в принципе, нужно было бы продать кольца. Давайте часть колец продадим. Давайте продадим энергию. Продадим стрельбу. Вернемся, заберем еще кольцо. Это неопознанное кольцо. Мы не знаем, что оно из себя представляет. Поэтому мы его просто продадим. Вот. Посмотрим у нас бурдюк 9. У нас, собственно, есть тысяча монет. Давайте возьмем свиток карты. В принципе, можно двигаться дальше. У нас присутствует ключ, как вы видите. Давайте стерилим героическую энергию. Как вы видите, мы не можем драться с этим с пищебродным суккубом из-за того, что у нас покрывание. нам подсказывает про стерильную опасность. Мы с ним в лес горем пополам обид суккубом. Это гигантский суккуб. Это ужасное создание. Поэтому я просто его подтолкну в пустоту. Первая причина, почему он ужасный, потому что у него очарование висит, с которым вы до этого видел, что не сталкивались. Поэтому просто идем и сейчас будем подталкивать всех суккубов в пустоту. Нам нет смысла драться с суккубами, когда их можно просто подтолкнуть и они сами упадут. А, собственно, встали. Чтобы вокруг вас были стены и любым массовым уроном, будь то электричество, огонь, ударная палочка, уничтожили призраков. У нас также присутствует еще один ключ. У нас по-нау выстрелил. Давайте с ним подеремся. Удар. Давайте берем сейчас и заболожим, чтобы меньше урона получил встань на защиту. Давайте его убьем натиском. Нам дали 7 из крополоха. Крополоха. Это, собственно, сад. Так называемый таинственный сад. Давайте подождем. А, мы не сможем. Нам нужно уползать. Чтобы она нас не оттолкнула. Собственно, избавились от суккуба. У нас присутствует еще одна дверь. Давайте ее актулируем. Это у нас тут свитки. Возвездие, опознание, улучшение. Хорошо. Собственно, можем двигаться дальше. А, у нас еще один ключ где-то лежит. А ключ, скорее всего, лежит у мимика. Поэтому он на следующем уровне, либо внизу. На следующем уровне, либо... Давайте перекусим. Обратите внимание, сколько это гнева урона нам наносит. своей игровной атакой нормальный наносит. Давайте натиском ударим его. Мы его убили. Подняли немножко рассинок с него. Двигаемся дальше. Да, ключ здесь последний он оказался не в сундуке. В этом вопросе нам повезло. Не придется бежать на следующий этаж. суккуб. Суккубом мы делаем все просто. Мы просто его будем скидывать. Посмотрим, где у нас сундук. Сундук у нас сверху. Точнее, закрытая дверь. Понятное дело, суккуба надо убить. Надо просто дождаться пока это чудо суккубовское. Обратите внимание злобоглаз стреляет. было ожидаемо. Давайте поставим уязвимость нет. Урон урон давайте уязвим. Что касаемо злобоглаз злобоглаз мы скорее субьем. поэтому наша задача его как-то отмансить. Давайте его попытаемся отмансить злобоглаз 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 сбрасывается уже натист. Собственно давайте вернемся напряжение продадим руну точнее не руну а броню напряжение продадим. Цепи неплохо но они для нас будут бесполезны. Хотя маневренность никто не отменял поэтому цепи в принципе неплохо смотрится давайте продадим собственно броню для того чтобы освободить немножко места а цепи стоит опознать узнать что конкретно цепи себя представляют вот цепи просто очень хороши они будут качаться пока мы получаем опыт цепи будут тоже качаться как мы перестанем получать опыт цепи перестанут качаться то же самое относится к проду изобили пока мы получаем опыт они качаются как только мы перестаем его получать они перестают качаться давайте перепрыгнем для того чтобы просто не обходить собственно куб гнида суккубов с которой мы не можем драться потому что она нас очаровала давайте его оттолкнем у нас есть метательное оружие давайте его используем я думаю его можно поджечь собственно суккуб начинает подгорать давайте подождем как он сгорит он сгорел собственно дал свиток телепортации свиток телепортации неплох в целом будет бесполезен давайте постановим немножко свое здоровье установили здоровье у нас присутствует еще один ключ наша задача его активировать стараемся не получить лишний удар в лицо это гигантский суккуб это очень плохо потому что мы его скорее всего не сможем убить потому что он очень жирный и он караулит выход давайте его попытаемся от него избавиться капец нам не повезло вроде восстановился бездорожья как вы понимаете у суккуба дальность клетки плюс один соответственно его базовая скорость немножко быстрее чем у обычных смотрим у нас тут дезонтирующая ловушка и сундук давайте заберем с одного сундука золото тут на сундуке присутствует я собственно ловушка под ним потому что деактивировать ловушку нам нужно использовать либо воду либо странно дезонтирую хочешь подраться посмотрим что ты из себя представляешь мимик честно говоря я удивлен я не ожидал мимика увидеть но его это все не помогло зачарование обороны шикарный щит жалко мы не играем от обороны можно было бы его махнуть не глядя что что делать с этим гигантским чудом честно говоря я не знаю в идеале его усыпить но у нас нет усыпляющей магии против него его мы очень долго будем пинать если только мы ему настаточим очень много суккубов сюда приползло давайте просто убежим не будем драться с этим толпой суккубов ждем пока откатится палочка нам бы конечно взяли поезд но как вы видите не сильно везет избавляемся от одного суккуба и пробуем убить второго с помощью натиска у нас это не получилось делать получили рассеивание чар давайте используем этот свитер для того чтобы развеять цепи на всякий случай что касаемо этого жирного мы его скорее всего убить не сможем потому что нам нужно его либо сжечь но он как гигант нам будет очень много уроны в лицо наносить это кстати очень плохо потому что он здесь присутствует давайте его просто уберем с помощью телепортации пришли на следующий этаж нам подсказывает то что этот этаж очень большой используем карту для того чтобы увидеть где рассадник демонов он у нас по ближайшей траектории давайте пройдемся сразу до него мы убили одного из демонов потрошителя мы сразу разглядели злобоглаза это очень плохо как вы видите он сюда не пошел это говорит о том что мы можем давайте выпьем зелень на всякий случай хочу расковать пускай я лучше бьем обрушением для того чтобы навести максимальное количество дамага нам дали зелье исцеления цветок превращения злобоглаз мы очень неудачно вышли с злобоглаза падает зелье поэтому он скорее разобьется нафиг деслим давайте его убьем мы убили его теперь давайте посмотрим в целом на уровень с левой стороны точнее с правой у нас очень большой уровень с одним предметом также у нас присутствует комната прыжка и собственно алхимик также присутствует у вас огненная защита также присутствует колодец колодец это хорошо давайте вместе с вами пробежимся до алхимика собственно мы видим сундук он обычный по крайней мере мимик тут не указан то что присутствует выбираем рассинки для того чтобы просто посмотрим что у нас из себя представляет колодец который здесь присутствует на уровне какая грязь это растущий чемпион ее пермите а собственно это колодец опознавания тем самым мы знаем что посмотрим на растущего чемпиона у него 40 уже атака очень много но мы не сможем понятное дело драться пока он у нас гнида видимо шансы очарования больше с растущим чемпионом драться такой себе мазохизм поэтому я рекомендую всех растущих чемпионов скидывать единственная проблема в том что мы сами можем упасть мы избавились от растущего чемпиона нам поведло что у нас палочка плюс один а не больше была бы она больше мы бы не смогли от него избавиться злобоглаз нас увидел давайте его подождем это просто много злобоглаз нарисовалось одного убили а мы очень плохо стоим потому что нам не спрятаться от него попробуем ударить натиском нам не повезло пробуем разорвать дистанцию нам вдвойне не повезло по урону у него оказалось больше жизни чем я думал урона нам не выдали от слова совсем очень много мусорных предметов которые нам не нужны такие как молот как видите у нас инвентарь заполнился предметов очень много пластик особо некуда давайте заберем видим злобоглаз зелья холода давайте подождем злобоглаз настакиваем ему урона немножко чтобы он не расслаблялся в идеале настакивать на злобоглаз уроны убивать этим уроном остальных ваших врагов свиток колыбельный это самый хороший свиток но его стоит использовать только тогда когда вы в безопасности как узнать что вы в безопасности вас никто не пытается убить в безопасности как видите злобоглаз очень много они размножаются как видите нас сильно начинают раздамаживать что очень плохо мы в очень плохой позиции злобоглаз слишком много мы убили с помощью второго одного злобоглаза позиция очень плохая стараемся разорвать дистанцию разорвали дистанцию нам подсказывает то что бурдюк заполнен говорит о том что мы можем осветить анг мы видим собственно суккуба давайте нарисовался еще один суккуб сразу же можно перекусить у нас откатил линия суккуб судя по всему выжил суккуб мы убили суккуба нам дали свиток возмездия возмездия в целом неплохой свиток но для нас он бесполезен свиток возмездия работает чтобы имели представление он работает по принципу чем больше целей захватит тем больше урона ваши враги получат и соответственно чем меньше он целей захватит тем меньше урона он получит поэтому возмездия в этом вопросе очень хороший свиток давайте смажем его слепняком для того чтобы ослепить наших врагов кинем зелье холода для того чтобы деактивировать преграду нам подсказывает то что наш проголодался давайте посмотрим вкращали ли мы еду еду мы вкачали на единичку жалко что на единичку но все таки нам подсказывает что сюда приполз суккуб давайте от него по возможности избавимся у нас есть один заряд палочки избавимся от суккуба здесь скорее всего очень много ловушек по идее это не должен быть мимик да тут пластинчатая броня и собственно латная броня которые для нас бесполезны по своей сути давайте перекусим заберем латную броню и собственно на этом можем закончить единственное у нас очень очень много всего нам бы в идеале продать это все давайте посмотрим на наличие собственно свитки в трансмутации продадим лишнее расщепляем латную броню расщепляем пластинчатую расщепляем боевой молот и расщепляем щит обороны немножко расщепили получили немножко монет деньги нам не нужны есть только на выходе уже когда понадобится собственно большое количество зелий присутствует алхимик алхимик полезная вещь давайте вместе с вами создадим себе еду одну единицу это мясной пирог он нам даст сытость больше мы пока создать не можем у нас просто не хватает мяса также в идеале сделать расщепление еще давайте его сделаем ну конечно скорополох сосном ты просто юморной получили немного расщепления делаем для себя собственный эликсир могущества он стоит 16 единиц энергии нам нужно где-то найти вот надо где-то найти 16 единиц энергии ищем возможность получить 16 единиц энергии это откровенно много но мы все-таки надеемся что нам повезет и мы на ее расщепим возмездие нам нужно еще немножко единицы энергии найти давайте расщепим карту и получим все-таки эликсир могущества эликсир могущества мы получили посмотрим что у нас по зелям собственно у нас присутствует три зелья нужных скорость есть огонь дублирующий один яд можно еще один яд сделать давайте попробуем сделать еще один яд наша задача вместе с вами сделать собственно эликсир зловония он делается из каразийного газа потом эликсир зловония две штуки также можно сделать антигравитацию чтобы была возможность упасть но я думаю мы и так сможем упасть не будем тратить зелья левитации давайте вместе с вами сделаем эликсир зловония нам нужно будет 12 единиц энергии расщепим токсичный газ расщепим огонь нам нужно зловония и собственно у нас осталось 5 единиц энергии в идеале еще воду сделать давайте посмотрим из чего у нас делается вода вода у нас делается из грозовых точ грозовые тучи делаются из зелья левитации то есть те же самые 12 единиц энергии нужны в этом вопросе нам конечно не особо везет но все таки вот как-то так у нас получается одно зелье опыта это на пустофрукте еще 3 соответственно плюс 4 уровня мы можем апнуть максимальная прокачка это 28 уровень на поднятие на восхождение он чуть меньше соответственно открываем карту просто чтобы посмотреть и вместе с вами будем прыгать видим то что зубоглас нас увидел не будем мешать нас видеть так али урон нам дали отбор также надо половину сутков ощипеть особенно это касается возмедия для нас в принципе оно не актуально поэтому наши вещи его расщепили посмотрим по свиткам у нас что есть очень много колыбельных это хорошо возмездие присутствует одно и очень много цветков телепортации надо бы это выдели расщепить в принципе мы готовы дальше двигаться но мы с вами пока на этом закончим всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока